Неличные формы глаголов не обладают такими характеристиками, как лицо, число, время и наклонение. Следует отметить, что они не употребляются функцией простого глагольного сказуемого. К неличным формам глаголов относятся инфинитив, ерунди и причастие. Инфинитив – это неличная форма глагола, отвечающая на вопросы «что делать» и «что сделать». Он только называет действие, не указывая при этом ни лица, ни числа, ни реального времени его существования. Формальным признаком инфинитива является частица to, однако есть случаи, когда она не употребляется. Случаи употребления инфинитива Первое. Два глагола стоят подряд. Например, I want to sleep – я хочу спать. Между двумя глаголами стоит частичка to. Если же один из глаголов является мандальным, то частичка to не ставится. Например, she can swim – она хочет плавать. Второй случай использования – когда хотим сказать «чтобы». Например, I'm learning English to get a welfare job. Я учу английский, чтобы получить высокооплачиваемую работу. Третий случай использования – после прилагательных, которые выражают эмоции и чувства. Такие как «glade», «said», «sorry», «happy». Например, I'm happy to live here – я счастлив жить здесь. В следующем видео мы поговорим об использовании герундия. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!